В 25 километрах от Торжка расположена усадьба Знаменская Раёк. Добраться к усадьбе очень просто. От Торжка по московской трассе сворачиваем возле указателя, после указателя Раёк и через пару километров въезжаем в небольшое село, которое называется Раёк. Здесь и находится усадьба. Перед нами план, по которому можно сориентироваться и самостоятельно погулять, что мы и сделали. Эти ажурные ворота были наглухо закрыты. Итак, усадьба Знаменская Раёк. Первые упоминания об усадьбе есть ещё в записях XVII века. Однако по-настоящему она расцвела в XVIII веке. А название дали от восклицания Екатерины Второй, которая якобы воскликнула «Вот это рай!». Принадлежала усадьба видному Екатерининскому вельможе Глебову. При нём и началось строительство усадьбы. Для дома было выбрано самое лучшее место – возвышенность в излучине реки Логовеш. Вообще место усадьбы было выбрано не случайно. Подальше от людской суеты в глуши Тверской области. Фёдор Иванович безумно ревновал свою супругу, молодую очаровательную Елену Петровну. И поэтому сделал ей такой подарок. Надеясь, что молодая красавица будет принадлежать только ему. Дворец, проект которого разработал очень известный архитектор Львов. И в начале 1787 года заложили этот удивительный дворец. Строили его более 12 лет. А руководил постройкой архитектор Франц Иванович Буци. Конечно, после того, как построили дворец, устроили пышный, шикарный праздник, который продолжался три недели. Съезжавшиеся многочисленные гости были в восторге от увиденного дворца. Гости попадали на территорию через въездные ворота, которые напоминали триумфальную арку. А огромный овальный двор открывал вид на пару флигелей, соединенных с главным домом колоннадной галереей, которая состояла из 136 колонн. А колонны у главного дома – отдельное чудо архитектуры. Если присмотреться к ним повнимательнее, то можно заметить, что они имеют разную высоту, но одинаковы по диаметру. И это придает всему этому комплексу такую особую возвышенность и утонченность. Здание дворца выполнено без излишеств. С обеих сторон перед ним разместилось по паре флигелей. Флигели выполняли и роль театра, и оранжереи, и помещение для слуг. И все строения дворца соединены колоннадой, образуя такое замкнутое кольцо. Внутри был устроен фонтан, по кругу возил украшенную карету осли, гуляли павлины. А главный дом, выполнен в строгом стиле, составляет единый ансамбль с остальными постройками. Печально видеть разрушение. Внутрь дома было попасть невозможно, все было закрыто. Но в интернете нашлись картины неизвестного художника. И рассказывает, что интерьер дома хранил несколько удивительных загадок. Это был такой своеобразный дом солнца, благодаря своему световому потолку. И еще одним чудом интерьера был пол. В зале для танца вот слегка покачивался. Под влюбленными парами было непонятно, то ли голова окружится, то ли это такое архитектурное чудо. И именно про эту усадьбу знаменский райок написал в стихи поэт Корякин. Когда почувствуешь, как сердце дрогнет, йог, перед тобой откроется райок. Здесь все, как было сотни лет назад. И в барском доме танцевальный зал. Там подпевают музыки полы, а на камине патино залы. Поместье двор собой являет круг. И если станешь в самом центре круга, опять прижать придется к сердцу руку, Ты словно в храме оказался вдруг, где свод небесный подпирают стены, Где ты душой светлеешь постепенно, И где Господь местечко приберег, чтоб люди основали в нем райок. К усадьбе прилегает великолепный парк. Когда-то он поражал воображение своими беседками, павильонами, прудами. Но сейчас вот запрошен оказался. В парке можно было насчитать 17 гротов. Здесь был увеселительный плодовый сад, зверинец с экзотическими животными. К сожалению, сейчас от этого мало что осталось. То, что осталось... Вот 10 лет назад нашли люди, которые попробовали восстановить усадьбы. Это следы, то, что вот они пытались сделать. Какие-то остатки розария восстановить пытались, пруды пытались чистить. Вот здесь вот как раз такой вот была беседка, следы ведут беседки. Восстановили мостики какие-то вот такие вот были мостики. Вообще писали, что это были и деревянные, и каменные, и валунные, и всякие мостики. Заросший пруд рядом с прудом на переднем плане. Остатки от розария, которые пытались воссоздать люди. Но, к сожалению, оказалось не под силом восстановления такого прекрасного замка. И он опять вот в разрушении. За долгую послереволюционную жизнь в усадьбе был и пансионат для госслужащих, короткое время картинная галерея, колония для несовершеннолетних, пионерский лагерь. Все было. Теперь, в общем-то, пруд зарос. Все, что пытались восстановить, все-таки сейчас вот опять потихонечку зарастает. В Великую Отечественную войну здесь был госпиталь. Ну, потом 80-е профилакторий, который принадлежал одному из тверских заводов. Ну, и, в общем-то, к концу 19-го, к концу 20-го века, в начале 21-го Знаменской райок, эта усадьба фактически превратилась в уильный. Многие постройки были безвозвратно утрачены. А некогда прекрасный парк превращается в такой вот заросший лес. Другим, вот если взять у нас второй фасад, если первый кольцо, такое красивое колоннады, то второй фасад выходит на высокий берег реки Логовиш. Сейчас берега реки заросли, но вид, конечно, по-прежнему восхищает. У реки, река тоже заросла, у реки была необычная постройка, схожая с храмами антики. Вот, если посмотреть, мы можем найти остатки этой беседки. Говорят, что к ней вел подземный ход, и владелец усадьбы всегда мог тому единиться, посвятить время работе, а чтобы не отвлекаться на обеды и ужины к беседке, подходил вот через подземный ход, доставляли явство. При нажатии на рычажок полк разъезжался, и снизу поднимался такой вот стол с кушанинами. Сейчас, конечно, остатки вот этой беседки развалены. Остатки былые. Было великолепие остатки. Здесь же рядом находится, около дома, погреб хозяйственный. У него тоже были свои секреты у этого погреба. Мы заглядывали, пытались заглянуть, разглядеть, что там внутри этого погреба. Но вот, к сожалению, он нам свои секреты так и не открыл. Среди множества гротов, парк украшало очень множество гротов, но вот один из них, остальные, к сожалению, разрушены. Был еще один, но тоже в очень таком плачевном состоянии. Сам дом тоже в таком вот разрушении, очень печально. Говорят, что дом отапливался при усадьбе, при прежних владельцах, отапливался специальными печами с вентиляцией, и распространял запах роз, который тоже вот на такое вот устройство бывает. Сейчас над всем этим царит разрушенность, заброшенность и грусть. Вот такие эмоции вызывает теперь этот дом. Людей вообще не видно. Только возле церкви, которую реставрировали, есть какая-то жизнь заметна. Знаменская церковь. Главный, единственный православный храм при усадьбе. Она отреставрирована и действует. Провожать нас вышла только местная жительница. Хочется надеяться, что эта усадьба все же не будет утрачена. Агентство по управлению использованием памятника в истории культуры с 2018 года занимается, ищет спонсоров, инвесторов для того, чтобы восстановить. Возможно, эта усадьба повезет так же, как усадьба Марина под Петербургом. Смотрите видео об этой усадьбе на моем канале. Подписывайтесь. Жду вас. Продолжение следует...